добрый день сейчас я расскажу как загружать xml файл который вы выгрузили из 1s а также как добавлять картинки в категории под категории приступим после того как марина либо вы сами выгрузите файл из 1s он у вас примет вид вид такого файла экспорт xml название файла обязательно должно быть экспорт xml не экспорт 1 не экспорт 2 а экспорт xml мы сейчас например для примера возьмем один из ранее выгруженных файлов и на его примере я продемонстрирую как все это дело для начала если файл называется не так мы его переименовываем убираем ненужные символы остается только экспорт xml после чего если у вас windows либо другая операционная система везде есть архиватор вам необходимо его заархивировать чаще всего это создать архив либо добавить в архив расширение должно быть zip мы создаем архив закрываем получается экспорт .zip где находится в свою очередь файл экспорт xml не в папке ни в чем просто файл после чего мы заходим в нашу админ панель дополнительно модули здесь в списке модулей есть модул файл upload мы заходим изменить выберите файл и выбираем файл который мы только что создали на компьютере он вас может быть где-то в определенной папке мы выбираем наш архив экспорт zip в котором лежит файл экспорт xml открыть и сохранить появляется надпись что файл успешно загружен отлично теперь мы переходим в панель управления и нажимаем обновить xml нажимаем обновить xml сейчас файл был не очень большой процесс быстро прошел если файл будет весить мегабайт 2 мегабайта желательно чтобы он весил не больше мегабайта я имею ввиду при выгрузке но и в том случае все будет нормально просто придется подольше подождать здесь будет некое колесико крутится после того как она закончит загружать значит все удачно произошло все по сути вся выгрузка все изменения применены дальше для изменения картинки категории мы заходим в каталог категории здесь мы видим список наших категорий вот это обозначает что эти категории являются вложенными в в родительские это родительская категория это ее подкатегория это подкатегория вот этой подкатегории чтобы добавить новую категорию вам всего лишь на все нужно нажать добавить вот кстати если мы у нас есть несколько категорий грызуны которые не участвовали которые не участвовали выгрузки их товаров с этой категории не было выгрузки которая была предоставлена соответственно я не могу назначить им какие-либо подкатегории если вам надо будет добавить категорию грызуны какую-либо подкатегорию вы заходите изменить грызуны секунду категория вы заходите добавить здесь пишите название новой подкатегории например это будет тест заполняете метод description описание этой категории в данных мы указываем родительскую категорию здесь вам стоит начать набирать название родительской категории например грызуны мы увидим в выпадающем окне что появилась категория грызуны выбираем здесь также есть изображение категории где вы можете выбрать из существующих картинок либо же загрузить с компьютера также выбираете любое изображение нажимаете открыть и все после чего находите это изображение в списке два раза кликаете изображение здесь отмечаете галочкой главное меню и порядок сортировки включена после чего мы нажимаете сохранить теперь мы видим что в категории грызуны появилась подкатегория тест мы и удаляем и сейчас на примере одной главной категории я добавлю картинку данные изображению мы выбираем из существующих так как на компьютере у меня нету подходящих картинок главное эта галочка не является обязательной сохранить и теперь при переходе на магазин категория акваристика будет отображаться эта картинка когда вы добавите какой-либо товар в категорию грызуны и птицы эти категории отобразятся здесь так как в них нет ни одного товара и сразу же я объясню каким образом вот данном блоке отображаются карта товара для того чтобы изменить либо добавить в этот блок товар вы делаете следующее вы заходите дополнительно модули рекомендуемые изменить здесь вы видите список товаров вы можете какой-либо из них удалить кликнув на красный кружочек и здесь в поле товары начать вводить тот товар который вам необходимо начать вводить здесь товар который вас интересует набор перед этим вы должны убедиться что он отображается на сайте потому что у нас многие товары закрыты там они будут показываться все мы выберем какой-нибудь аквариум фильтр который имеет картинку например это будет данным скопируем название вставляем его сюда вот что у нас там 1200 или какой до 1200 мы начинаем вводить его название он появляется в списке мы выбираем вот он отобразился в данной списке нажимаем сохранить переходим на главную страницу данный товар отображается здесь их может быть 10 20 30 сколько будет угодно спасибо если будут какие-либо вопросы пишите звоните до свидания спасибо спасибо